Красив и молод, как с открытки, прекрасный город, ты мой друг. Добрый вечер, екатеринбургцы. Добрый день, Екатеринбург. Мне не нужны ни каны, ни ница, только Екатеринбург, уральская столица. Мой город, мне ночами тем не снится, просто я хочу этим всем гордиться. Единственная в своем роде инсталляция барометра настроения впервые появилась в Екатеринбурге рядом с кинотеатром Салют зимой 2012 года. Горожане к арт-объекту отнеслись скорее с непониманием, чем с интересом. В начале 2016 года барометр неожиданно исчез, так и не получив долгожданного признания. И вот после долгого отсутствия он, отдохнувший и загорелый, наконец вернулся, готовый раскрыть весь свой потенциал и завоевать любовь жителей и гостей уральской столицы. Устройство барометра настроения основано на цифровых технологиях. Каждый час барометр анализирует записи екатеринбуржцев в соцсетях и в зависимости от количества позитивных или негативных слов зажигает лампочки подходящего цвета. Военный комиссариат Свердловской области Обратите внимание на фотографию от 3 апреля 2018 года. На ней еще нет солдат, которых мы видим на видео от апреля 2021. 3 сентября 2020 года у военного комиссариата Свердловской области открыли скульптурный ансамбль «Преемственность поколений». Гражданскую войну символизирует Василий Иванович Чапаев. Вторая скульптура – Великая Отечественная война. Афганистан и Чечню тоже символизируют образ солдата. Четвертая фигура – спецподразделение. Нашими, наши, наши. Наши войска стягивают к Украине? Да. Читаете новости? Это что происходит? Стягивают войска к на границе Украины. Ну, то есть вашего ребенка отправят на войну, а вам неинтересно даже узнать. Вот у меня пацаненок 17 лет будет. Мне вообще интересно. Памятник горожане. Разговор. Расположен в сквере на углу проспекта Ленина и улицы Мичурина. Был открыт в августе 2008 года. Автором является Андрей Антонов. Эта скульптурная группа изображает трех знаменитых уральских художников. Трех друзей – Виталия Воловича, Мишу Брусиловского и Германа Метелева, ведущих оживленную беседу прямо посреди улицы. Фигуры значительно крупнее оригиналов. Виталий Волович – ростом 2,4 метра, Герман Метелев – 2,15 метров, Миша Брусиловский – чуть ниже 2 метров. Открытие памятника основателям города состоялось 14 августа 1998 года и было приурочено к празднованию 275-летия Екатеринбурга. Несмотря на то, что при жизни Татищев и Дегенин недолюбливали друг друга, на памятнике их изобразили вместе. Это привело к тому, что вследствие похожести фигур Татищева и Дегенина, екатеринбуржцы не различают их друг от друга. К тому же надпись не соответствует расположению фигур. Дегенин стоит слева в шляпе-треуголке, а Татища справа в парике без шляпы. Храм на Крови – действующий православный храм, построенный в городе Екатеринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. Адрес? Царская улица 10, Екатеринбург, метро «Динамо», 820 метров. Памятник Петру и Февронии в Екатеринбурге установлен летом 2012 года ко дню святых князя и княгини, который отмечается 8 июля. Столица Урала стала пятым городом, в котором появилась скульптурная композиция, посвященная муромским святым. Памятник покровителям семьи, любви и верности изготовлен скульптором Константином Чернявским. Он был установлен в сквере напротив храма на Крови. Этот памятник мне было довольно-таки приятно увидеть, потому что я была у мощей этих святых в городе Муроме. У памятника в Сергиевом посаде Московской области и везде просила об одном – выйти замуж, но воз и ныне там. Буду грешить на то, что я к чему-то не готова. Это кольцо, которое оденет Петр на палец Февронии. В Москве тоже есть космос, но это большая гостиница, а в Екатеринбурге это кинотеатр и концертный зал, напротив которого установлен памятник братьям Люмьер. Если хотите сделать фото с родоначальниками кино, то отправляйтесь к кинотеатру на улицу Джержанского, дом 2. Сама композиция весьма интересная, имеет стул для желающих сфотографироваться, и история ее создания имеет весьма любопытные факты. Установка памятника братьям Люмьер была приурочена сразу к нескольким датам – дню города Екатеринбурга, дню российского кино, 150-летию со дня рождения Агюста Люмьера и 45-летию со дня открытия концертного театра «Космос», который был заказчиком памятника. Кто такие братья Люмьер? Родоначальники кино – Люмьер Луи Жан, младший брат, изобретатель аппарата-синематограф, Люмьер Агюст Луи Мари Николя, старший брат, организатор. «Красив и молод, как с открытки, Любимый город, ты мой друг! Добрый день, доброй встречи, Екатеринбургцы и Екатеринбург!» Слушайте, вообще здорово! Ну вот Екатеринбург мне этим как раз и нравится, что здесь очень много всего интересного, таких фишечек, в Москве такого нет, честно скажу. Шахматисты собираются на плотинке в Екатеринбурге уже более 20 лет, в любую погоду. К ним часто присоединяются проходящие мимо люди. И интересный факт. На протяжении двух лет своей работы в Екатеринбурге британский консул захаживал к шахматистам сыграть партейку-другую, когда возвращался от губернатора. Вот так. Будете в Екатеринбурге, приходите на плотинку и проверьте свои навыки в шахматах. Этот город Урала, вечных туч, облаков, поделиться любовью с тобою готов. Он прекрасен, ужасен и полон любви. Приезжай в Екатеринбург и с душою живи. Мау Дарин. Вот 39 этаж. Красота просто неописуемая. Согласитесь. Сейчас я сделаю себе чашечку кофе, сяду в кресло и выпью ее, глядя на ночной прекрасный город. Я не нужны ни Канны, ни Ницца, только Екатеринбург, уральская столица. Мой город мне ночами темно и снится. Просто я хочу этим всем гордиться. Просто я хочу этим всем гордиться. Этим всем гордиться. Редактор субтитров А.Семкин